Традиционный бизнес-класс, 5 часов 03 минуты в Москве. Я Георгий Вербицкий. Сегодняшняя тема – взаимодействие государства и бизнеса. Тема, ну, скажем так, непростая явно. На мой взгляд, за последние, ну, можно сказать, 15-20 лет нормального взаимодействия государства и бизнеса так и не сложилось. Сначала у нас было господство олигархов, и теперь у нас, наоборот, господство бюрократов. И вот этот вопрос, достаточно острый, на мой взгляд, и животрепещущий, мы будем обсуждать с Владленом Максимовым, председателем Координационного совета Межрегионального профсоюза предпринимателей Лигы Свободы. Владлен, здравствуйте. Добрый вечер. Итак, ну, первое, с чего стоит начать, наверное, я думаю, что стоит обсудить такую вещь, как отток капитала, например, да, как некий показатель того, как относится, в том числе и, в том числе и заграничный бизнес к России. Я предлагаю обсудить новость буквально вчерашнюю. Чистый вывоз капитала из РФ частным сектором в третьем квартале 2012 года вырос до 13,5 миллиардов долларов. Второй квартал 9,7 миллиардов долларов. Это по данным Банка России. А вообще всего у нас утекло с начала года 57, почти 58 миллиардов долларов. И прогноз, в общем-то, неутешителен. До конца года этот отток может составить 65 миллиардов долларов. В том числе в том году, в прошлом году, в 2011, это было 80 миллиардов долларов. То есть забирают деньги, да, из России, получается? Ну, забирают, да, это, в общем, не секрет ни для кого. В общем, и причины понятны. Ну, а вот почему забирают-то на самом деле? Причины понятны, но все-таки. Давайте еще раз. Ну, это как бы вещи, которые появились не сегодня. Это абсолютно непредсказуемые правила игры. Они и сами по сей не очень хорошие, потому что у нас там говорится о низких налогах, но при этом называются только какие-то частичные налоги, так сказать, о которых удобно говорить. На самом деле налогообложение у нас, если брать все в комплексе, вовсе не низкое. Но даже не это главное. А главное то, что исключительно тяжело продираться сквозь чиновничьи припоны. Причем могут быть и федеральные законы правильные, там вроде бы как, так сказать, заточенные под бизнес. Но на региональном и местном уровне это может легко не работать. А кроме этого меняются правила и примеров тому тьма. То есть человек приходит инвестировать на одних условиях, а завтра просыпается, ему сообщают, что принимаются новые законы, они будут другие. Казалось бы, да, Россия, в общем-то, страна развивающаяся, довольно привлекательная для западного капитала. В Америке, как известно, имитируют деньги, уже третья волна количественного смягчения идет. То есть, наверное, аппетит к риску увеличивается. И в то же время продолжается отток уже который год. То есть, забирают деньги. Забирают деньги в основном из-за того, что выплаты по процентам по долгам, которые, соответственно, есть у российских компаний перед западными. Ну, это вот бегство капитала. А вот политическая история как бы здесь как-то фигурирует, как вы считаете? Почему? Я знаю, что в конце года у нас, помните, когда начались все вот эти волнения, протестное движение, тогда очень существенно на фондовой бирже это отразилось. То есть, я вот прям видел, как фондовые индексы наши абсолютно без какого-то западного негатива просели достаточно сильно на фоне... То есть, единственное объяснение, которое было, что это просадка именно на фоне каких-то, скажем так, какой-то нестабильности, которая есть. Так вот, политический фактор. Насколько он силен? Как вы считаете, если говорить об оттоке капитала? Как-то вымерить его в процентах мне сложно, но, безусловно, он присутствует. Вот та ситуация, которая сложилась в декабре, ну, которая не может продолжаться, на мой взгляд, это мое мнение, до бесконечности она, так сказать, будет сползать в ту или в другую сторону. Она является тоже, безусловно, здесь фактором риска. Но, повторяю, что, и вы правильно, вы сами сказали об этом, что, в общем, это не вчера все началось. То есть, когда все было стабильно, когда, так сказать, железная вертикаль радовала нас, так сказать, своей прямотой и мощью, все равно все, в общем, отнюдь не было безоблачно, и бегство капиталов, оно имело место и тогда даже. Ну, я думаю, что, на самом деле, если смотреть, вот, спрогнозируется, что называется, как бы сказать, предугадало вот это бегство капитала, это 2008 год, это кризис, по сути. То есть, впервые компании поняли, что есть существенный риск. И тогда начали забирать деньги, и вот этот процесс, он с тех пор практически не останавливается, несмотря на то, что, казалось бы, у нас есть некое восстановление. Ну, да, 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 так и есть. То есть, вот эти риски, которые материализовались неожиданно, с тех пор капиталы предпочитают держать на развитых рынках, собственно, в каких-то более, скажем так, консервативных инструментах, не связываясь с развивающимися экономиками. Хорошо, ну, давайте вернемся к взаимодействию государства и бизнеса, собственно, нашего государства, уже не будем говорить о каких-то мировых тенденциях. Поговорим о том, как вообще развивалась история вопроса. Вот то, что я сказал вначале, как мне кажется, все равно нет баланса. Было засилие олигархов, на мой взгляд, вот, собственно, в те годы, когда президентом был Ельцин, то есть маятник качнулся в одну сторону очень сильно, и был явный перекос в сторону того, что олигархи диктовали, по сути, государству, что делать. А теперь у нас через какое-то время абсолютно иная картина, довольно зеркальная, когда государство говорит бизнесу и, по сути, очень жестко регламентирует бизнес, не давая ему практически никаких свобод. То есть даже более того, как мы знаем, у нас месседж, что называется, политически очень простой. Если ты делаешь бизнес, в политику лучше не лезть. Как вы считаете, вот такая ситуация, в какой момент она изменилась и что послужило неким катализатором этого изменения? Ну, я с вами абсолютно согласен. Мне, хоть я, в общем, там занимался политикой в 90-е годы, тоже, так сказать, состоял в оппозиционных партиях, мне совершенно, я далек от восторгов по поводу тех времен, вот, там, засилие олигархи, олигархов, точнее, совершенно реальность, там, сколько бы на ней не спекулировали какие-то люди, но это правда, вот, я, я подхожу к этому совершенно осмысленно сегодня. Каких-то вещей, кстати, может быть, мы тогда не понимали, вот, нам казалось, так сказать, что приватизация, это вот нечто такое, к чему надо стремиться любыми путями, а там, значит, как у нас там, теорема Коза, если я ошибаюсь, да, если, так сказать, все приватизировано и права торгуемы, то, в конце концов, все это попадет к правильным людям, экономически, так сказать, активным. Оказалось, не попало, да? Наиболее адекватным, но, к сожалению, этого не произошло ни в промышленности, ни там, ни в сфере услуг, и я уже не говорю про природные монополии. А что такое правильная иллюзия? Ну, имеется в виду наиболее эффективный собственник в данном случае, то есть, если ты что-то, так сказать, оседлал какое-то предприятие, будучи там, ну, пресловутым красным директором или кем-то еще, имея ресурс, но ты не можешь с ним справиться. Я просто вот видел этих людей тоже, я там короткое время после института работал в системе Академии наук, там участвовали в приватизациях, ну, чисто как консультанты, я, разумеется, лично ничего не приватизировал. Вот. И, да, действительно, эти люди зачастую... К сожалению, да, или к счастью. ...ничего не могли в своем большинстве. Вот. Но их страстно волновала тема приватизации, и была мысль, что сейчас, ну, вот, они не справятся, так сказать, продадут это все, чтобы уже там доживать где-то, так сказать, свою жизнь за границей. Вот. А там, если люди не справятся, они перепродадут еще более эффективному собственнику. Но этого не произошло, и, в общем, я склонен думать, что вообще вся эта схема у нас плохо работает, потому что можно оседлать какой-то ресурс, ну, зарабатывать на нем, там, условно говоря, ну, я фантазирую, не 30% в год, а 15 или 5. Ну, и все равно, так сказать, существовать прекрасно, и все. А можно оседлать какой-то ресурс и сделать какую-то компанию или какой-то ресурс и сделать ее монополистом с помощью каких-то связей, там, скажем, в, опять же, государственных связей, как-то искусственно. И, собственно, зарабатывать те же, сколько там, даже не 15, а гораздо больше. Можно и так, конечно. Вот. Ну, об этом варианте мы уж не говорим. Это такие эффективные собственники, это как бы отдельная тема, но это как раз вот то, о чем вы говорите. Собственно, это олигархия и есть. Вот. Да и, в общем, так сказать, авторы этого термина, там, в Древней Греции, они примерно это имели в виду. Где же вот этот баланс между, что называется, засилием какого-то государственного давления и засилием, наоборот, олигархии и давления бизнеса на слабое государство? Должна быть какая-то золотая середина. Вот мне кажется, мы до сих пор как-то вот к ней не пришли еще. Ну, наверное, вот к нашей сегодняшней там теме основной это имеет такой, имеет, безусловно, отношение, ну, такое покасательное, что ли. Ну, мое мнение, что должны быть четкие правила игры, то есть государству никто не должен диктовать в каких-то вещах, как себя вести. Вот. При этом государство должно формироваться, так сказать, в своих элементах демократическим путем, ну, и далее по списку мы понимаем, что здесь имеется в виду. Вот. То есть, это правда, что бизнес не должен лезть в какие-то вещи. Хорошо, бизнес не должен лезть и диктовать государство, как ему себя вести. Продолжим после новостей. Продолжаем тему взаимодействия государства и бизнеса. Это бизнес-класс на Финам. ФМ. Итак, у меня в студии Владлен Максимов, председатель Координационного совета профсоюза предпринимателей Лига Свободы. Телефон прямого эфира, если вы хотите высказаться по теме, либо задать вопрос или направление дискуссии, 495, это код города, 6510996. Либо вы можете написать на сайт Финам.фм, там же идет прямая трансляция. Итак, что же нужно государству от бизнеса и бизнесу от государства? Ну, мы уже пришли к тому, что государству нужно, чтобы ему не мешали, то есть, не вмешивались. Но в то же время, наверное, ему нужна какая-то обратная связь, если брать действительно эффективное взаимодействие, когда есть два равноценных партнера, ну, как мне кажется, Владлен, если вы не согласны, можете меня поправить. И они должны друг друга слышать. То есть, государство должно слышать, что хочет бизнес, и бизнес должен прислушиваться, естественно, и подчиняться, конечно же, тому, что государство считает правильным. То есть, те люди, которые у нас определяют государственную политику, законодательство и так далее. Вот где вот этот баланс, чтобы не было перекоса, и как сделать так, чтобы не было перекоса в ту или иную сторону? Что считать правильным, что считать эффективным взаимодействием? Ну, вот как это, по-моему, Ленин говорил, что прежде чем объединяться, надо размежеваться. Вот, как мне кажется, надо начать с того, вот до всякого государственного частного партнерства надо сначала провести некую линию, четко отделить государство от бизнеса. Потому что у нас изначально проблема была в том, что чиновники, они активно занимались бизнесом, там, так сказать, подтягивали компании свои, потом говорили про партнерство. Но, кто бы удивлялся, оказывалось, что это партнерство именно с этими компаниями. у нас вроде бы сейчас в Думе, насколько я знаю, идет как раз компания, когда определяют, кто же, собственно, из тех, кто заседает в Думе, у кого есть бизнес, и пытаются что-то с этим сделать. Вот эти скандальные все истории с Геннадием Гудковым. Ну, я думаю, я, мое мнение... То есть это правильно? Ну, это правильно, но если говорить об этом в принципе, но у меня это, на меня это производит характер, впечатление характера компанейщины, все-таки некое, потому что, ну, до того, как возникла тема с Геннадием Гудковым, который... Все было нормально, никто про это не вспоминал. Все было нормально, никто не сказал, друзья, слушайте, давайте посмотрим, может у нас бизнесом кто-то занимается, коллеги, давайте заявление напишите. Ничего этого не обсуждалось, когда, значит, понадобилось провести порку Гудкова, показательную это сделали, Гудков, в свою очередь, так сказать, устроил там скандал известный, и вот эта тема возникла. И, ну, посмотрим сейчас, что будет, наверное, в общем, в любой компании можно увидеть плюс. Ну, тем не менее, мне почему-то кажется, что все это будет спущено на тормоза, хотя вот я сегодня читал, что там какие-то сенаторы, долларовые миллиардеры, к слову сказать, готовые сложить мандаты, вот сегодня была такая новость. посмотрим, короче говоря. В общем, ну, конечно, активно заниматься бизнесом и быть во власти, это неправильно, причем... очевидный конфликт интересов. Очевидный, причем речь тут даже идет в первую очередь не о законодательной власти, а об исполнительной. Об исполнительной власти, как мы знаем, таких тоже хватает. То есть, во-первых, надо отделить власть от бизнеса. Власть от собственности. Власть от собственности. Шире, да. Шире. Власть от собственности. Если люди готовы расстаться с властью ради того, чтобы сохранить свою собственность, что, в общем-то, сейчас и происходит, как вы сказали про сенаторов, ну что ж, значит, так тому и быть. Ну, тут немножко, наверное, это сложнее. То есть, богатые люди, ну вот, сейчас, так сказать, Мит Ромни, да, претендует на пост президента США. Он миллионер, он не нищий. Значит, он, тем не менее, это все, так сказать, законно. Просто, чиновник не должен иметь отношения к распределению тех конкретных благ, даже косвенные, которые связаны с отправлением его должности. Ну, так, если говорить попросту. Вот. Так вот, это как бы первое. Что-то мы еще, кроме вот тех мер, которые вот сейчас о том, что вы сказали, что-то еще к вопросу о разделении власти и бизнеса, что-то еще можно сделать здесь? Ну, вы знаете, тут я всегда говорю, что нужна политическая воля. Просто. Ну, понятно, для того, чтобы это сделать, конечно, нужна политическая воля. Мы говорим о том, что... Просто так никто не расстанется ни с властью, ни с собственностью. Просто, ну, дается сигнал и дальше, так сказать, люди решают, что для них важнее. Потому что, ну, место в Думе, в той же раз мы о ней упомянули с вами, ну, как такое, так сказать, одиозное с этой точки зрения учреждение. Ну, туда люди идут в огромной степени лоббировать свои интересы. Если такой возможности не будет, они потеряют просто интерес к этому. Вот и все. Хорошо. Отмежевали, допустим, да, посмотрим, что с этим как бы произойдет. Ну, допустим, отмежевали. Вот какие дополнительные инструменты, видимо, что дальше? Видимо, нужны какие-то инструменты для того, чтобы обеспечить вот это эффективное взаимодействие. Ну, дальше, во всем мире, ну, мы там больше все-таки ориентируемся не на Азию, да, на Европу и Северную Америку. Это государственно-частное партнерство, или там, частно-государственное, оно в том или ином виде присутствует. Я там, насколько знаю, в Англии оно появилось, а может не в Англии. Но суть в том, что есть некие проекты, когда государство приглашает частные компании на каких-то условиях в них участвовать. Ну, условно, какой-то дорогостоящий мост, там, допустим, там, в Англии, там, так сказать, с острова на какой-то маленький остров. Владимир, дело в том, что нам надо сначала определить какие-то общие вещи. Например, что же мы хотим получить, что же хочет получить государство от бизнеса и что же хочет получить бизнес от государства. То есть, я вот предполагаю, что для некой общей модели взаимодействия бизнес хочет получить от государства некую прозрачность, то есть, некие правила игры. Ну, Георгий, смотри, о каком бизнесе говорить. Значит, такой бизнес некий абстрактно, вот абстрактно чистый, он, конечно, хочет прозрачности. Так, прозрачность, что-то еще у нас. А бизнес, который как-то аффилирован с государством, от такого бизнеса очень много, он как раз не хочет прозрачности. Ему интересно, чтобы в чем-то была прозрачность, а в чем-то нет. Мы договорились, что водораздел произошел и у нас мы разделили. окей, окей, хорошо, да. Ну, теоретизируем на самом деле, да, моделируем. Как это было бы в идеальном мире? На что бы это было похоже? Понимаете, вот на самом деле тут совсем, совсем абстрагироваться от российской ситуации нельзя, потому что, на мой взгляд, как раз вот это партнерство, оно завязано на российские реалии во многом. То есть, ну, например, вот в чем, в чем выражается такое партнерство? Например, бизнесу интересно, чтобы какие-то такие тяжелые организационно-административные вещи государство брало на себя. они, может быть, и денег не стоят много. Ну, хрестоматийный пример это участки. Вот я, допустим, покупаю участок для инвестирования в какой-то, в каком-то регионе. Но я знаю, что мне туда надо подключать электричество, и мне будут там канифолить мозги до второго пришествия с этим. Мне нужно там подключать коммуникации, мне нужно решать какие-то еще вопросы. И вот эти все вещи государство берет на себя. Ну, собственно, даже федеральный закон есть, я, насколько понимаю, он пока не очень работает, потому что в регионах говорят, что денег нет на это. Но вот это хрестоматийный пример того, как оно бы могло правильно осуществляться. Причем, это чисто российская проблема, потому что вот такой ситуации с бюрократией, в общем, на Западе-то нету, за какими-то редкими исключениями. Вот это то, что государство могло бы взять на себя, и это не требует особых денег с его стороны. То есть нужна, во-первых, прозрачность, как это, процедур. Эти процедуры должны быть, наверное, легкими, да? Ну, понимаете, эти процедуры, они для государства стоят одних усилий, а для честного предпринимателя других. Вот если есть закон, где написано... Легкими я имел в виду, конечно же, для предпринимателя. Ну, они вот, к сожалению, не легкие. Да, должны быть легкие, но тогда, тогда это будет другая уже песня, другая история. Вот, потому что тогда, может быть, такое партнерство и не нужно. Если я по принципу одного окна прихожу, отдаю документы, и мне через месяц, так сказать, дают всю документацию, я начинаю, я плачу какие-то деньги разумно и подвожу коммуникации. Ну, есть у нас очевидная проблема, это бюрократизация, то есть у нас действительно очень сложно сделать, вообще любое взаимодействие с государством сейчас происходит довольно сложно, начиная от каких-то простых вещей для бизнеса, ну, очевидных вещей, вроде взаимодействия с налоговыми службами, с какими-то разрешениями и прочее. Ну, у нас много, как вы знаете, различных направлений, различных ведомств, которые стараются, такое ощущение, сделать жизнь частного предпринимателя наиболее кошмарной, но при этом оставляя некую лазейку, наверное, теоретически, что если вы, допустим, пойдете в какую-то аффилированную, ну, скажем так, не аффилированную, но контору при там каком-то ведомстве, здесь вы можете это сделать, наверное, за деньги, но уже быстрее, потому что эта контора имеет возможность как-то ускорить этот процесс. У нас модель примерно такая, на мой взгляд, я опять же не говорю, что это, что называется, так и есть, ну, это мое мнение. Ну, это один из вариантов, то есть проблема заключается в том, что у нас есть сектора, где, ну, и даже не только сектора, есть, просто, скажем так, распространена практика, когда чиновники занимают своим бизнесом всю нишу, и, ну, вот у них есть две компании, там, условно, они создают, ну, я фантазирую, условно, по озеленению, поэтому, если вы со своей компанией придете озеленять что-то в городе, то вы ни за какие деньги не решите вопрос этот. Ну, то есть, это монополизация, каких-то конкретных ниш. Им не интересно брать взятки от конкурентов, им не интересно вас посылать в эту компанию, свою, собственно, чтобы она вам помогла там что-то зарегистрировать, получить документы, чтобы вы начали работать, то, что эти компании уже есть, и всю маржу, которую они получают, они, так сказать, кладут себе в карман. По сути, это создание таких мини-монополий, да? Ну, по сути, да, но тот вариант, о котором вы сказали, он, безусловно, тоже есть, к сожалению, или, скорее, в данном случае, к счастью, потому что альтернатива вот этому варианту, тот вариант, о котором я сказал, а совсем не какая-то прозрачная ситуация, когда приходи и работай. Итак, соответственно, у нас есть первое, то, что надо разделить государство и бизнес, разделить, сделать четким взаимодействие, прозрачным, без бюрократии, да? Вот к этому мы пришли, да? Соответственно, не позволять создавать некие монополии, мини-монополии, которые мешают развитию бизнеса в конкретных сегментах, потому что там сидят компании, которые как-то относятся, видимо, с, аффилированные с каким-то чиновниками, и, соответственно, мешают всем остальным зайти на этот рынок, просто из-за того, что их туда не пускают. Вот примерно так, да, выглядит некая модель эффективного взаимодействия с государством? Ну, это, я бы сказал так, что это некая модель среды, вот, если не погружаться, как там дальше должно быть, то это вот некая базовая среда, при котором, там, деньги перестают утекать, приходят инвестиции, внутри страны люди готовы заниматься бизнесом, потому что мы же с вами еще не упомянули о такой проблеме, что люди больше не хотят быть предпринимателями. Да, об этом мы, конечно, поговорили. Это произошло, да, вот на моих глазах, потому что я, в общем так, в старой жизни преподаватель вуза, я помню, как люди там, в начале 90-х, вот, ну, для большинства, некий такой ориентир, как туда дальше, так сказать, двигаться, был предприниматель, ну, там, малый, там, в перспективе средний, сейчас это не так абсолютно. Это, кстати, относится к вопросу, а что же государство хочет от бизнеса, и вообще, хочет ли оно что-то от бизнеса, кроме, собственно, налогов. Ну, об этом уже во второй части, это программа «Бизнес-класс» на Финам.фм. Итак, продолжаем «Бизнес-класс» на Финам.фм, взаимодействие государства и бизнеса, тема достаточно резонансная. У нас работает телефон прямого эфира, 495-6510-996, звоните, задавайте направление беседы, высказывайте свое мнение, либо можете написать на сайт финам.фм. У меня в студии гость Владлен Максимов, мы с ним беседуем уже полчаса на различные темы, и эти темы, собственно, разнятся от, собственно, истории вопроса взаимодействия государства и бизнеса. История у нас, как мы знаем, не очень длинная. Что нужно государству от бизнеса, и что нужно бизнесу от государства. Вот закончили мы на той теме, что же нужно государству от бизнеса. Правильно ли я понимаю, что государству от бизнеса нужно, ну, самое простое, что можно представить, это налоги. То есть это деньги некие для развития и направления, усиления каких-то государственных, скажем так, направлений. Либо это немножко не так, и сам подход не совсем правильный. То есть государство на службе, по идее, должно быть у бизнеса. Это вот некий второй подход, допустим. Это не равноправное партнерство, а как бы вот бизнес, бизнес, в том числе и все люди, которые живут в государстве, и граждане, и бизнесмены, и в том числе, они сами говорят, что вот у нас должна быть некая структура, которая предоставляет нам какие-то сервисы, условно говоря. Они должны быть там, как мы уже сказали, прозрачные, не заберекрутизированные и так далее. А мы за это отдаем какую-то часть своих денег в качестве налогов. Вот как это должно быть? И нужно ли что-то государству от бизнеса? Ну, я бы так поправил бы, может быть, во-первых, я так вижу, что государство уж точно не должно быть на службе у бизнеса, потому что вот оно в 90-е годы в каком-то роде было на службе у бизнеса. То есть вот это вот засилие как раз олигархов, это вот та модель, которая именно государство на службе у бизнеса. Которая, да, которая нам не нужно стремиться при всех пороках нынешней ситуации. Потому что мы это уже проходили, ничего здесь хорошего нет. Государство должно быть на службе у граждан. Так. То есть у граждан, но не у бизнеса. Ну, в том числе у граждан, которые занимаются бизнесом, но именно как у граждан, а не как у предпринимателей, которым интересно подмять под себя какие-то государственные активы, а то и государственные функции, как мы с вами, так сказать, видели это. Но, что касается налогов, то да, безусловно, это для государства и для общества один из смыслов существования бизнеса, но не только. Дело в том, что, как мы с вами хорошо знаем, бизнес предоставляет рабочие места. И, собственно, в западных странах большая часть людей трудоустроена в частном секторе. Вот даже в Греции, о которой мы говорим с безумными, так сказать, штатами раздутыми, с колоссальной армией госчиновников, 60% трудоспособного населения, они заняты все-таки в частном бизнесе, а не в государственном. Ну, там безработица каждый четвертый не хочет вообще работать, но тем не менее. Ну, да, беда в том, что этот частный бизнес, так сказать, эти люди кормят там госчиновников, но это как бы уже другая тема. Вот. Поэтому здесь есть известное противоречие, потому что вот там пример другой, там Франция, тоже сейчас об этом много пишут, там в связи с приходом, да, нового президента, что условия такие, что люди бизнес сворачивают, переезжают в Бельгию, там куда-то, в Швейцарию, потому что если условия бизнеса такие, что налоги, что ты не можешь никого уволить, не можешь, ну там, без огромного выходного пособия, с которым там лучше не связываться, да, ты обязан нести там огромные расходы по налогам, там, на зарплату на ту же, ну, кстати, у нас тоже огромный социальный налог сейчас там, стремящийся к 50%, на мой взгляд, абсолютно безумный. Тебе просто проще там, если ты выходишь на какой-то уровень, потому что малый предприниматель там свою палатку не перевезет за границу, тебе просто проще ввести этот бизнес не здесь, либо заниматься чем-то еще. Поэтому рабочие места исчезают сначала, а потом исчезают и налоги, которые этот бизнес платил. То есть получается удар по двум основным, как бы, причинам. Ну, здесь надо, безусловно, искать золотую середину, потому что понятно, что если вообще не платить налогов, то государство не сможет выполнять свои функции. Но чуть-чуть пережмешь, и уже проблема, уже люди не хотят заниматься бизнесом, соответственно, снижаются рабочие места, падает количество рабочих мест, и снижается собираемость налогов. Итак, предлагаю спросить о том, что же нужно, может быть, государству от бизнеса, и наоборот, у Игоря Храмова, это главный редактор портала общественного объединения предпринимателей, Всероссийское движение «За честный рынок». Игорь, здравствуйте. Вы нас слышите? Да, добрый день, я слышу вас. Ну, наверное, вы слышали часть нашей беседы. у нас вопрос. Вот мы обсуждаем то, что нужно государству от бизнеса и бизнесу от государства. Выяснили, что бизнесу нужна некая прозрачность, нужны честные правила игры, и нужно, конечно же, в первую очередь отделить, собственно, сам бизнес от государства. А вот государству нужны налоги и нужны рабочие места от бизнеса. То есть это то, за что, собственно, государство отвечает за собираемость налогов и рабочих мест. Что-то еще вы добавите или, может быть, оппонируйте нам. На самом деле очень трудно возразить против того, что сказал Владлен. Тут можно, пожалуй, только согласиться. Единственное, что могу добавить, лично мне хотелось бы, чтобы, если государство не в состоянии, ну, сейчас многие говорят о помощи бизнесу, там даже много об этом пишут, и якобы такая помощь со стороны государства в бизнесе существует. Ну, я не так давно и не один раз говорил, что если не можете помочь, лучше не мешайте. То есть, по идее, я согласен с тем, что государство должно стимулировать развитие бизнеса, должно содействовать появлению новых компаний, развитию самозанятости населения. Но что-то как-то у нас, как за это не берутся, получается, все скрипит в курсе. Поэтому, ну, хотя бы как минимум, поменьше кошмарить представителей бизнеса. А как поменьше кошмарить? То есть, зарегулировали, понимаете, нас просто зарегулировали, и Владлен не меньше меня знает, насколько серьезно нас зарегулировали. А что надо конкретно сделать? За то, чтобы государство как можно меньше принимало участие в так называемой поддержке малого бизнеса. Если не могут делать это нормально, то пусть лучше не мешают. А какие меры по поддержке малого бизнеса, вот вы считаете, не очень эффективны сейчас? И лучше их... Я вообще не вижу эффективных мер поддержки бизнеса. Понимаете, ни в каком направлении. То есть, идет то, что происходит с мелкой розницей, вообще ни в какие ворота не лезет сейчас. Совершенно не интересуется мнением экспертов, совершенно не интересуется. Даже, я бы сказал, мнением потребителей, потому что почему-то бытует точка зрения, что всем потребителям надоели ларьки. Никто не спрашивает реального потребителя, какие именно ларьки надоели, и что в этом плане хотелось бы видеть, какие альтернативы. Понимаете, ведь если посмотреть на европейские страны, в той же Англии, в той же Франции, в весьма развитых странах существует уличная торговля в самой разной форме. И почему-то это никому особо не мешает. Вот нам обязательно вот это должно почему-то мешать, кому-то мешать. И когда я слышу представителей власти о том, что мы вот как бы предоставим людям альтернативу, например, в качестве венгинговой торговли, то есть автоматы, мне хочется спросить, а как вы, по-другому, будете картошку венгинговой автоматами продавать людям? То есть абсолютно такое ощущение, что люди, которые создают программы для поддержки предпринимательства в России, они живут не просто в другой стране, а на другой планете. Владлен, согласны вот то, что сказал Игорь? Да, я согласен абсолютно. И что, ну вот Игорь привел болезненно тему с мелкой с мелкорочной торговлей в крупных городах России действительно сейчас ведется кампания ее выдавливания, причем вот речь идет о венгинговых автоматах, тут в пору сказать, ну вы поставьте автоматы сначала, потом там давайте посмотрим. С другой стороны, а как же, например, основная эта проблема, почему борется, насколько я понимаю, это то, что очень сложно контролировать какие-то санитарные нормы, качество и так далее, если я не ошибаюсь. Ну, эта тема отдельная, там, наверное, не вполне вот она сегодня, так сказать, по нашему сюжету, но так, если говорить коротко, то, ну, это все несложно сделать, есть, ну вот, в общем-то, сейчас в Москве пытаются каким-то образом перестроить это все, правда, это наталкивается на определенное сопротивление, там, в том числе и префектур, но это все решается, есть требования, есть там, требования к внешнему виду, вот, есть требования к, должны быть, точнее, универсальные требования к размещению, ну и все, и никакая комиссия не приедет и не скажет, что нам кажется, что нецелесообразно, потому что написано, что вот должно быть столько-то метров отсюда, столько-то метров отсюда, не на газоне, если у тебя есть все документы, то все, так сказать, все свободны. что касается вот того, что говорил Игорь, я, так сказать, буквально два слова хотел сказать, я тоже с этим согласен, я не очень верю в то, что государство именно малому бизнесу может как-то сильно помочь, вот, мне кажется, что зачастую это там является ширмой для того, чтобы распилеть деньги, ну, доклад был, вот, так сказать, опубликован в прошлом году, по итогам десятого года, как московские структуры поддержки малого и среднего бизнеса, поддерживают друг друга, у них ставки были, там, за 20% выше, чем на рынке, по кредитам, и так далее, и так далее. Доклад делало контрольное управление мэрии, это не то, что какая-то там независимая организация, вот, ну, после этого доклада, вот, мне кажется, камня на камне, так сказать, не должно было остаться от этой системы, но она перестроена, действительно, не берусь сказать, там, насколько эффективна, вот, тем не менее, то есть, вся поддержка оборачивается очень часто, или оборачивалась и в других городах, так сказать так, поддержка своих, вот, то есть, собираются налоги со всех, а поддерживаются свои, вот, малого предпринимателя, если он не работает в высокотелогичных сферах, его не надо обучать, вот, не надо обучать торговле, это состояние души, если человек хочет этим заниматься, он за два месяца научится, вот, его полгода не надо учить. Хорошо, ну, то есть, лучше не мешать, скажем так, да, вот такой вывод. Для начала не мешать, вот я бы сказал так, вот давайте попробуем работать, чтобы вы не мешали, вот, а вы потом поможете, если нужно будет. Хорошо, такой еще вопрос, мировой опыт, есть ли какие-то, скажем так, удачные примеры, как нам бы хотелось бы, вот, это видеть и у себя тоже, к вам, как специалистам, вопрос, что мы можем взять, как вот, что называется, ролл модель, модель, то есть, ролевую модель? Ну, про то, что государство берет на себя общение с государством, же, да, вот, на примере участков, там, тех же, да, подведение коммуникации, документация, изготовление, когда один чиновник общается с другим, я уже сказал. Ну, это очевидно. Вот это должно быть. Вот, должно быть консультирование бизнеса, но не то консультирование, когда выделяются деньги, там, какие-то люди в штабах поддержки, или в центрах поддержки, точнее, сидят там и ждут, пока к ним придут. А вот нам коллега тут рассказывал, недавно, так сказать, из Германии, его знакомый, открыл ресторан, и пришла какая-то тетенька, что-то такое объясняла, а он не знает немецкого, что тыкала во что-то, ну, ничего не понял, в общем, она пришла второй раз. Потом пришла третья с переводчиком, и переводчик говорит, ну, вот тут умывальник должен быть, ну, что ж, вы хоть повесьте умывальник-то, коллеги, ну, как же так. То есть, и человека не оштрафовали, там, не наказали, не попытались опечатать. То есть, чиновники должны, должны объяснять сначала, потому что у нас запутанное законодательство, зачастую, противоречивое. Вот что нужно сделать? Вот, пожалуйста, там, список. И вот это было бы очень важно, потому что там зачастую люди не делают, не потому что не хотят, потому что непонятно вообще, с чего начинать, как вот. Мне сейчас вывеску надо, допустим, повесить. Я не понимаю, с кем разговаривать. Ну, это все из серии прозрачности и, как бы, налаженности коммуникаций между государством и бизнесом. Окей, продолжим тему после новостей. Игорь, ваше мнение выслушаем через две минуты. Продолжаем обсуждать взаимодействие государства и бизнеса. Что же делать? Какое у нас состояние вещей сейчас? И, может быть, какой-то опыт, который мы хотели бы перенять, ну, мировой, скажем так, но пока, который, скажем так, нам не удается перенять. Игорь Храмов, главный редактор портала общественного объединения предпринимателей «Всероссийское движение за честный рынок». У нас на прямой связи. Игорь, какое у вас мнение? Вот есть ли какие-то мировые примеры, которые нам стоит, наверное, адаптировать для нашей российской действительности? Да, я понял вопрос. Я едва ли могу назвать себя экспертом в области малобизнеса рубежом, хотя, безусловно, меня эта ситуация очень интересует в тех странах, где я бываю, и вообще в мире. Ну, вот, приведу пример. Мне там, пару лет назад один из коллег рассказывал, как осуществляются контакты, как строятся взаимоотношения между чиновниками и предпринимателями в Китае, когда чиновник, по его словам, заинтересован мотивирован с точки зрения своего там оклада, своих доходов, мотивирован на развитие, на увеличение плотности предпринимательства на вверенной ему, скажем, территории, да? То есть, есть какие-то KPI, которые... Он приходит на предприятие и интересуется, ребята, вот, ну, вот я вижу, что у вас там все неплохо, но вот вы же могли бы лучше, вот чем я могу быть вам полезен? То есть, система мотивации выстроена совершенно другим образом, есть какие-то ключевые показатели, по которым чиновника оценивают, и, соответственно, он уже сам заинтересован для того, чтобы достигать эти показатели. Я бы добавил к тому, что совершенно справедливо с коллегой, что у нас эта система есть, только она существует для крупного и для крупного среднего бизнеса. То есть, крупный бизнес, он ходит там в Кремль, там есть люди, которые... Я не беру какую-то коррупционную, в данном случае, составляющую, но они могут обратиться к высшим чиновникам, да? Вот. Средний бизнес может обратиться к губернатору, ну, такой средний, крупный, серьезный бизнес. А в развитии малого бизнеса, совершенно правильно было сказано, не заинтересован никто, потому что на Западе, там, в основном, муниципалитеты в этом заинтересованы, они получают налоги. Вот. У нас налоги, которые идут муниципалитетом от малого бизнеса, они ничтожны, там, по сути, это два налога, они небольшие. Поэтому никому неинтересно ничего создавать, там, люди не будут с вами разговаривать просто, потому что для них это сплошная головная боль. Ну, жители что-нибудь напишут, еще что-нибудь будет. Вот. И в этом смысле, конечно, передача полномочий реальных муниципалитетам вместе с налогами, вот то, о чем сейчас вроде бы говорится, но так не очень быстро это все происходит, я бы это поддержал без всякого сомнения. Еще какие-то конкретные меры, может быть, если они есть, которые существенно могут улучшить ситуацию? Ну, тут все на поверхности. Это льготное налогообложение, каникулы, когда возникшая фирма не платит налогов или платит их по минимуму, потому что вы же начинаете только работать, а уже сразу же вы платите, так сказать, все налоги. Вот. И это сплошь и рядом в западных законодательствах предусмотрено. Это субсидирование процентных ставок, причем у нас это и есть, но по сути только через банк малого и среднего предпринимательства должно быть широко, это должен быть рынок, чтобы банки предлагали такие услуги, все, так сказать, лучше и лучше продукт, чтобы государство могло выбирать, вот, на какой продукт она будет давать субсидию, на какой нет. Вот. Это тема обучения, наконец, да, государство за свой счет учит людей, да, в вузах. Вот, ну вот я как-то преподаватель, так сказать, можно сказать, уже бывший, почти, ну хотя номинально действующий, могу сказать, что, ну, есть масса специальностей, которые никому не нужны. Вот. Тратятся деньги на это. Вот. Там вузы, которые не имеют к этому отношения, выпускают в огромных количествах юристов и экономистов, ну там, анекдотов масса на этот счет есть. Вот бизнес должен, ну, тут скорее, наверное, уже не совсем мелкий, но бизнес в целом. Должна быть система аккредитации там и общественных организаций, когда бизнес все-таки бы подсказывал государству, вот какие профессии ему нужны, вплоть до там того, что, вот этот спецкурс там не нужен, этот предмет не нужен, зато вот это надо добавить. Хорошо. Вот эта тема, например. Аутсорсинг, еще один сюжет, когда непрофильные какие-то вещи передаются малому бизнесу, как это во всем мире делается. И он ими занимается. Игорь, есть что добавить? Ну, вы знаете, мне сейчас приходит в голову сравнение с той же Грузией, которая сейчас очень сильно, на слуху, просто хорошо знаком с обстановкой в этой стране. И помимо того, что там сам по себе деловой климат куда более благоприятный, чем у нас, и более интересные налоги, и меньше значительно административных фрикон. Ну, вот государство сделало такой выбор, например, в пользу двух областей до туризма и сферовысоких технологий. И в этом плане сейчас айтишники и туроператоры или компании, которые занимаются гостиничными, то есть все, что связано с туристическим бизнесом, имеют определенные льготы. То есть, по сути, то, о чем говорил Владлен, единственное, что, ну, маленькая страна, она выбирает для себя приоритеты именно тех областей бизнеса, которые считают возможным, перспективным развивать на своей территории. Россия, по сути дела, наверное, не сможет выделить какие-то конкретные направления в бизнесе, поскольку страна огромная и возможностей в этом плане, собственно говоря, значительно больше. Поэтому нам действительно нужно все то, что вот говорил Владлен, собственно говоря, добавить к ней нечего. Ну, я так понимаю, что Россия выбрала все-таки, по крайней мере, по факту, выбирает путь использования природных ресурсов вместо развития, скажем так, инженеров, как и туризма и то, Но дело в том, что малый бизнес к этому вообще-то вообще отдельная тема. Если говорить о многих западных странах, там малый бизнес ничем не ущемлен в той же нефтепереработке, например, у нас это делать невозможно. Ну, у нас по результатам опроса только 4% россиян занимаются своим бизнесом, а подавляющее большинство, то есть больше чем 80% даже не пытались стать предпринимателями. То есть, на мой взгляд, наверное, все-таки каким-то образом, ну, очевидными теми мерами, о которых мы сейчас говорили, нужно всячески привлекать людей для того, чтобы они поняли и как бы осознали некую, ну, скажем так, почувствовали некую привлекательность. А вот у нас этого, к сожалению, нет, и поэтому у нас всего лишь 4%. То, о чем мы уже говорили с Владленом. Ну, собственно говоря, вы сейчас именно затронули ключевой вопрос. Ключевой вопрос. То есть, если говорить о том, что государство может и должно сделать для развития бизнес-среды в России, так это начинать с образовательных программ, начинать с просвещения, с вовлечения людей в эти сферы. ломать стереотипы отношения к предпринимателям, как к спекулянтам, как к людям нечистоплотным или еще много достаточно характеристик мы можем услышать от обывателя. Нужно ломать стереотипы. Абсолютно верно, но вот даже если посмотреть на популярность МММ в России, вот даже если, ну, не брать то, что говорит неофициальный, конечно, заявление Сергея Мавроди, что сколько там миллионов населения состоит в МММ, ну, вот просто даже сама цифра, она говорит о том, что у нас даже финансовая грамотность находится на очень низком уровне, и то, что надо делать, конечно, это прививать населению именно вот какие-то азы финансовой грамотности, то есть большинство людей просто даже беря кредит не может нормально рассчитать, а сколько же денег в итоге им придется заплатить, и, соответственно, является жертвами мошенников, таких как МММ, таких как, ну, я не говорю, естественно, про те совершенно легальные организации, которые просто нормально работают, но, тем не менее, даже вот про мошенничество, вот это вот, мне кажется, больная абсолютно тема у нас. Вы знаете, это совершенно с вами согласен, но одно не отменяет другого, все-таки финансовая грамотность, это замечательно, но к развитию предпринимательства, к улучшению делового климата, ну, это имеет некоторое отношение, это имеет отношение, непосредственное. Вот, если говорить опять-таки, то повторюсь, да, об уважении к труду предпринимателя, об уважении к частной собственности, которая до некоторых пор, не так давно мы еще не имели представления вообще, что такое частная собственность, и я вас уверяю, большинство населений нашей страны, вот те же 80%, которые даже не пытались заниматься своим бизнесом, они не имеют ни малейшего представления о том, что такое частная собственность и почему ее стоит уважать. Согласен. Безударство не демонстрирует уважение к частной собственности, не говоря уж о том, чтобы проповедовать это уважение среди своего населения. Абсолютно согласен. Спасибо, Игорь. У нас на прямой связи был Игорь Храмов, главный редактор портала общественное объединение предпринимателей «Всероссийское движение за честный рынок». Ну, на самом деле, добрались до очень важного момента, на мой взгляд, действительно, частная собственность. Часто люди просто боятся сделать бизнес, потому что боятся то, что придет какой-то чиновник или какая-то компания, конкурент, аффилированная с государством каким-то образом, естественно, неформально, и отнимет просто бизнес. Из-за этого люди боятся становиться предпринимателем и вести какой-то именно стратегический, долгосрочный бизнес. Не просто вот что-то вот, что называется, временное. Заработать и убежать. Как вы считаете, Владлен, есть такое? Таких вариантов тут не будем себя обманывать. Заработать и убежать их не так много, на самом деле. Это вот, нам так кажется, что есть такой выбор. Вот есть вариант заработать и убежать или уж там вкладывать надолго. Ну как, варианты очень простые. Вот ты заработал денег, ты покупаешь недвижимость за границей, как у нас многие делают. Не, ну все. То есть ты не связываешь стратегические перспективы развития своего бизнеса с Россией. Ну, понятно, да. Но ты тем самым замораживаешь свои капиталы и прекращаешь быть предпринимателем. Если у тебя есть такая возможность, многие так делают, но, так сказать, если ты только заработал на эту виллу и больше у тебя ничего нет, то чем ты будешь заниматься? На самом деле я бы тут что хотел добавить? Что то, о чем вы сказали, вот Георгий и Игорь развил эту мысль по поводу инфантилизма крайнего российского населения, ну это некая константа. Безусловно, с этим нужно бороться, объяснять, но, в общем, мы понимаем, что это возникло не на пустом месте. Это советское прошлое тяжелое. Абсолютно, да. 90-е годы, когда правила игры менялись постоянно и, в общем, в 2000-м они продолжают меняться. И здесь, ну, ждать от людей, что они по мановению волшебной палочки вдруг начнут мыслить рыночными категориями, причем, категориями правового государства, я, ну, не думаю, что это реально. Но предпринимателями, вопрос в чем, становятся не эти люди, а другие. Просто их может быть меньше, но им надо хотя бы дать возможность работать. Над ними надо, так сказать, не издеваться, и им надо не то, что помогать пока, но хотя бы дать возможность как-то стоять на ноги. Вот. И потом, когда эти люди своим примером покажут, ведь у нас везде, мы все общаемся, тут не надо какой пропаганды особой увидеть, что это люди, так сказать, добились чего-то, а они будут по-другому мыслить тоже. То есть нужно воспитать некое новое отношение к предпринимателям, потому что часто, как сказал Игорь, действительно воспринимается это как, вот, скажем так, негативно. Любой предприниматель, который чего-то добился, нужно делать некую, некое, как бы, ну, что называется, какую-то грамотность, прививать новые отношения. Нужно не мешать бизнесу, так, чтобы люди, добиваясь чего-то, собственно, понимали, что они могут долгосрочно работать в этом государстве, и ничего им существенно мешать не будет, чтобы у них не было страха, что их бизнес отберут, и тогда у нас будет существенно улучшение, вот, то, о чем мы говорим, взаимодействие государства и бизнеса. Правильно я сказал? Можно так сказать, причем у нас такая тенденция, что есть некий хороший малый бизнес, каких-то нанотехнологиях, там, еще где-то, которые мы не видим вживую, а вот торгаши пресловутые, там, владельцы ресторанов, кафе, это плохие люди. В общем, месседж такой, увы, пока. Хорошо. Спасибо большое, Владлен. Итак, Владлен Максимов, председатель Городиационного Совета Профсоюза Предпринимателей Лиги Свободы, был гостем на нашей программе. Это программа «Бизнес-класс» на Финам.ФМ, продолжит программу «Финам.ФМ. Сухой остаток», сегодня 18.00, обсудит будущее российской персионной системы, что, в общем, тема достаточно интересная. А это была программа «Бизнес-класс» на Финам.ФМ, я, Георгий Вербицкий. Делайте деньги с удовольствием. До свидания. Продолжение следует...